Кто больше всего страдает в этом мире, хорошие или плохие люди? Хорошие люди всегда страдают больше, да? Люди, которые считают себя хорошими, страдают просто так. Да или нет? Задумайтесь. Начнем с того, как вы становитесь хорошими. Он плохой, она плохая, он плохой, он плохой, она плохая. По сравнению со всеми ними, я хороший человек. Скажите мне, откуда у вас появилось представление о том, что вы хороший человек? Вы сравнили себя с другими людьми, повесили на всех ярлык «плохой человек», и теперь вы чувствуете себя хорошими. В уме человека, который считает себя очень хорошим, все в мире стали плохими. Чем более хорошим человеком вы себя считаете, тем больше людей вы считаете плохими, не так ли? Никто не хочет находиться рядом с теми, кто считает себя очень хорошими, ведь они настолько хорошие, что в них нет места для жизни. Вы хорошие только по сравнению с кем-то другим, не так ли? Да? И вы считаете себя такими и представляете всех остальных, если все эти люди полны негодяй. Тогда я по-настоящему хороший человек, не так ли? Хорошим людям ничего не светит ни в этом мире, ни в загробном. Можно рассказать вам анекдот? У вас хорошее пищеварение? Я говорю о другом пищеварении. В своей прошлой жизни Шанкаран Пилай был хорошим человеком. После непродолжительной болезни он скончался. Понятное дело, что поскольку он был хорошим человеком, он отправился на небеса. Там Ангельская комиссия встретила его и начала рассматривать книгу его деяний. Страница за страницей — хороший поступок, хороший поступок, хороший поступок, хороший поступок. От корки до корки — только хорошие поступки. Тогда Ангелы пришли в замешательство. Они подошли к нему и сказали, «Мистер Пилай, у нас тут небольшая проблема». Тот спросил, «Что за проблема?» Ангелы сказали, «Видители, здесь в раю есть много вариантов размещения, много разных уровней размещения. Один плохой поступок — самое лучшее размещение, с видом на море. Два плохих поступка — следующий вид размещения, три плохих поступка — следующий вид размещения» и так далее. Но для тех, у кого вообще нет плохих поступков, у нас не предусмотрено никакого размещения. «Мы не знаем, что с вами делать. До сих пор мы никогда не встречали таких людей, как вы». Шанкаран Пилай подумал, «Что за ерунда? Я был таким хорошим человеком, что никто и близко не хотел подходить ко мне. Я жил лишь надеждой, что попаду в рай, но и здесь проблемы...» Тогда ангелы посовещались и сказали, «Не беспокойтесь, мистер Пилай, мы нашли решение. Ваше тело все еще невредимо, там внизу. Мы дадим вам три часа жизни. Просто совершите один плохой поступок, и мы разместим вас в наилучшем раю, и все будет в порядке». И внезапно Шанкаран Пилай очнулся в своей кровати и начал думать, как ему совершить плохой поступок. Прошло полтора часа. Видите ли, у него, в отличие от вас, нет практики. После полутора часов размышлений он вспомнил, что по соседству с ним живет женщина уже в возрасте, которая всегда бросала на него призывающие взгляды. Будучи хорошим человеком, он никогда на нее не смотрел. Теперь он подумал, «Хорошо, прелюбодеяние — это плохой поступок, ведь он же был готов на все, чтобы попасть в рай». Поэтому он отправился к этой женщине. Он пришел и постучал в дверь ее дома. Она открыла дверь. И Шанкаран Пилай сразу же выпалил «Я хочу тебя». «Как же так, мистер Пилай? Я слышал, что еще вчера вечером вы были при смерти». Он ответил, «Не имеет значения, я хочу тебя». Он вошел в ее дом, природа взяла верх, и между ними случилось все, что должно было случиться. Но он не хотел умирать в ее доме. Время было на исходе. Поэтому он сказал ей, «Мне надо идти», и начал собираться. Женщина вышла проводить его и сказала, «Мистер Пилай, вы даже не представляете, какой хороший поступок вы совершили для меня сегодня». «Еще один хороший поступок. Что поделать?» Поэтому хорошим людям ничего не светит ни здесь, ни там. Ваша добродетельность не освободит вас. Ваша добродетельность существует только в сравнении с другими людьми. Ваша добродетельность в сравнении с кем-то — это уже не добродетель, это болезнь. Это все равно, что сейчас люди счастливы, но они не знают, что такое радость. Они счастливы только потому, что у них есть что-то, чего нет у других. Не так ли? Скажем, все вы очень голодны, но мой желудок полон. И я очень счастлив, что ни у кого нет еды. Но, по крайней мере, у меня есть еда. Это счастье или болезнь? Человечество страдает от этой болезни, которую большинство людей считает счастьем. Субтитры создавал DimaTorzok